Наша трибуна Добрый день, уважаемые дамы и господа В эфире программа Народная трибуна С нами, как всегда, Номи Сим, Олег Патлак, Анатолий Червец Здравствуйте 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 Хором дружненько, громко, радостно, в канун праздника Здравствуйте Здравствуйте Борода из ваты Тихо-тихо, не продолжать Телефон в студии 847-400-5200 Каждый из вас может стать участником программы Если вы хотите высказаться или задать вопрос С чего начнем? Какие-то там новости маленькие, такие небольшие Ну, то, что я видела Я несколько вещей видела Я каждое утро, когда, знаете, это очень смешно Мой мальчик, он надо мной смеется, потому что, когда я просыпаюсь утром Я беру телефон и смотрю, что на Фейсбуке Я смотрю, что на Фейсбуке Я начинаю, у меня такое лицо, что я сразу такая, окей, кому я сейчас это наделаю на Фейсбуке А если вдруг телефон не зарядился, что тогда? Не знаю, жизнь остановилась Прежде чем идти спать, я заряжаю телефон А если вдруг не зарядился? Такого не бывает Такого не бывает Это трагедия Не то, что трагедия, но чего-то не хватает Это трагедия Был человек и нет человека Когда меня в Фейсбук джейл, как говорит номер, поместили Самое печальное было, самое, так сказать, неудобство состояло в том, что по Фейсбуку пробежишься и всякие новости Отфильтруешь там что-то Вы все видите, но вы не можете откликнуться на это Ты можешь откликнуться Я тебе секрет открою Нет, дело в том, что поначалу я не мог даже видеть это, я не мог залогиниться Я не мог залогиниться, потом прошла неделя или там сколько-то дней, я смог залогиниться Но вы уже не сидели на Фейсбук джа, это называется уже Фейсбук Присон Да Это на другой уровне Да, то я не мог залогиниться Я еще не дошла до такого Номи, ты должна начинать заранее сейчас открывать фейк аккаунт Конечно Вступать в группы Я слышала, что люди это делают сейчас Я только вышел из тюрьмы Тридцатидневной Я активно общался на Фейсбук Единственный недостаток Просто никто не знал, что это я Потому что я был под другим именем С другой стороны, это очень удобно Ты можешь кого-то обозвать Сказать ему какие-то там непристойные вещи И никто не знает, что это ты Нет, я этим не занимался Но в принципе, да, это проблема Причем самое интересное, что Фейсбук не говорит тебе, почему Я обращался к ним несколько раз с письмами и просил объяснить Из-за чего, что случилось Объяснение не последовало Они не делают Значит, у них очень интересно Я тоже на это смотрела Как бы вы можете подать комплейнт Написать У них есть специальное там место И там люди смешно очень пишут Они там говорят, что вот Тому есть форум Они говорят, что это бессмысленно Говорят с Фейсбуком Они очень такие нечестные Они не знают, что они делают Там вообще не сидят люди Роботы И, короче, можно написать Вот меня как бы сблокировали на Фейсбуке На три дня Или что-то типа Почему это было сделано? Я не понимаю Я ничего плохого не делаю Я не пошел против вашей законы на Фейсбуке И ответа можно не ожидать Ответа никогда не будет Они якобы это собирают Но ничего они действительно не получают Им все равно Ты можешь заполнять это в бумажке Но, как сказал Звонецкий Эту бумажку Эта бумажка может клопов давить Выпить хочешь, так и скажи Да Значит, возвращаемся Возвращаемся Значит, несколько вещей, которые я видела Я видела, что вот Калифорния недовольна Страдают С новым законом Ой, они так сейчас страдают Знаете, жалко их Не, совсем не жалко Вы выбрали жить в таком синем штате Где ваши Где ваши лизари ничего Да, ничего не делают Они наоборот воруют у вас деньги Там живут Холливуд Которые вас учат, как жить Кроме этого, больше не делают Ну, так что их не жалко Мне не жалко несколько человек Которых я лично знаю Которые Я не говорю Конкретные люди Которые не разделяют то, что происходит в Калифорнии Которые Но их голоса, к сожалению Так же, как и наши голоса Здесь порой не очень слышны Конечно Но вы знаете Есть Конечно, есть Несколько людей Может, полно людей Которые живут в Калифорнии Которые не хотят быть В такой ситуации Которая они сегодня существуют Потому что Допустим, Лос-Анджелес Я Знаете, я В 20 лет поехала в Лос-Анджелес Помочь Ну, с еврейской группой Помочь там Людям, которые бездомные Недостаточно кушать Семья И мы туда приехали И нам сказали Что вот из 4 миллиона человека Один миллион из них В очень плохом В плохой ситуации Насчет Ихни Ихни Деньги Финансы Или дома нету Или кушать нету И мы Это было очень трогательно Потому что Лос-Анджелес Это очень такой Заменитый город Бездомных там Очень много Так что Я считаю, что Если в Калифорнии Они хотят измениться Пожалуйста, перестаньте Показывать пальцы на Трампа Наоборот Делайте все, что вы можете Чтобы улучшить вашу жизнь Там Вместо учить нас Как жить В остальных местах В Америке Да, но самое страшное Что Среди этих людей Очень много Русскоязычных Которые вышли оттуда Которые жили при социализме И дети которых Родились здесь И которым Внушают родители И Колледжи Что социализм Это хорошо И эти дети Думают, что мы жили При другом Плохом социализме А теперь будет Хороший социализм Справедливый Не понимая абсолютно Что Такого нет Как говорится Правда она одна Нет, хороший и плохой Есть правда Так и здесь Социализм Не только дети Так к сожалению Думают И взрослые Некоторые Которые приехали Из Советского Союза Правильно Вот поэтому Я говорю Что они Искренне считают Что Вот тот эксперимент Который прошел В Советском Союзе Он просто был неудачный Там дураки У власти стояли А вот Сейчас будет замечательно А мы сейчас А мы сейчас Здесь сделаем Все по-другому Вот они Детей Вот так Они детей Восстатали Вся разница заключается В том Что к конечному результату Одни пришли Очень быстро Путем революции Там переворота И так далее А другие Придут Медленным путем Так шаг за шагом Но результат Будет один и тот же Нищета Недовольство Тоталитарная система Потому что Невозможно Не выдержит Экономика этого И что в этом случае Наступает Начинает Государство Регулировать Все подряд А если народ Начинает Возмущаться Что как-то Мол неправильно Тогда начинают Закручивать гайки То есть результат Будет один и тот же Вы знаете Я никогда Не жила В Советском Союзе Можно сказать Я вообще никогда Там В той части Мира Никогда не жила Но допустим То что я слышала От родителей То что я слышала От бабушки С дедушкой Как можно думать Что вот то что Было у людей В Советском Союзе Что вот даже Какая-то любая Другая форма Вот этого То что было Может быть хорошо Потому что Давайте вот так У меня есть Очень страшная история Которую я слышала И это мне рассказали Родственники И мне рассказали Что Ну это все знают Историю То что когда Что случилось В Чернобыль Когда взорвался Планта В Чернобыле Никто В Советском Союзе Не сказал Европе На Европу Пошла вот эта Большая туча Подожди Не просто Европе Они даже не сказали Своим людям Конечно Я в этот день Я в этот день С моими друзьями Ехал на велосипеде В Припять О май гад Нас Нас завернули На трассе Милиционеры стояли Завернули нас Не сказали Что случилось Мы приехали домой И Мне папа говорит Ну Папа работал На руководящей должности И он был связан С транспортом Грузовиками И он мне говорит Что-то такое Произошло там Но никто не говорит Что Единственное Мне сказали Подготовить там 30 грузовиков Или чего-то И чтобы туда шли Вот А И если ты помнишь Они допустили Первомайскую демонстрацию И только потом Они сказали То есть люди Вместо того Чтобы сидеть дома С закрытыми форточками И начинать поливать Водой Эти деревья Эту пыль сбивать Значит Мой папа вывозил трибуны На демонстрацию Чтобы стояла правительство Потом их забирал Люди шли Дышали этой гадостью И только потом Уже люди узнали То ли 2 То ли 3 Мая Что произошло Ну вот Моего мальчика бабушка У меня к ней Колоссальное уважение К всему Что она прошла Вообще Вот вся семья его Они Великолепные люди Умные Вот вообще И Она рассказывала Она была Она была в Чернобыле Она была Вот в Припять Да Вот этот город Который прямо возле Она Они Не то что она там была Они вывозили людей оттуда Вот все граждане Которые там жили Они их вывозили И Она говорила Значит пеленки нельзя брать Это нельзя Потому что это все Это радиация Все с ними И она пошла к своему начальнику Она сказала Ему смотрите Как бы это очень плохо Люди вывозят Вот эту всю Вот эту всю гадость И я ей сказали Закройте рот Все будет хорошо Вот она мне Это рассказала лично И как можно думать Что вот такое государство Вот такую форму государства Может быть вообще Где-то хорошо Давайте попробуем Принять звонок Алло Нет, это не тот звонок 847-400-5200 Кто-то пытался дозвониться Не дождался Если у вас по-прежнему Есть что сказать Можете позвонить Давай Примем Да, пожалуйста Алло Слушаем вас Добрый день С наступающим Новым Годом Спасибо вас тоже Всего самого хорошего Извините, пожалуйста Но я или проспал Какой закон По поводу Вы вот рассказывали Это новый закон Закон о реформе Налогообложения А-а-а Настояр Вот И Поэтому можете продолжать Спать Ничего нового Там не произошло Ну понятно Я сейчас скажу Просто два слова Чтобы понятно было Почему Калифорния Не довольна Потому что по новому закону Local deductible Будет исключен Не будет его Если раньше Скажем Местный налог На Income tax Списывался с доходов То сейчас этого Не будет происходить Если у нас Местный Income tax 4,75 Если мне память Не изменяет То в Калифорнии Где-то под 14% И вот эта сумма Люди которые будут терять Поэтому они конечно Недовольны Но Еще раз Номе совершенно справедливо Сказала Недовольство нужно выражать Не по отношению К Трампу Который сокращает Ставку налога А недовольство Нужно выражать По отношению К своим местным Политикам Которые Просто грабят Свой народ Просто натурально Грабят И это не мудрено Ведь посмотрите В Калифорнии На мой взгляд Наверное Треть населения Вообще это нелегалы Я не знаю Я утрированно говорю Это может быть спокойно Но вполне может быть Поэтому А все это требует денег Вот какой-то профессор Кстати из Харварда Сказал Во сколько нам обходится Эмиграция Сейчас я попытаюсь Половина Половина триллиона Пол триллиона долларов Обходится нам в год 500 миллиардов долларов В стране обходится Нелегальная эмиграция Эмиграция вообще люди Которые приезжают Которые не работают Или не могут работать И так далее Или не работают на кеш Но при этом у них есть дети При этом они получают На обучение На медицинское обслуживание И так далее И так далее Разные социальные программы Тратятся огромные деньги И вот эта сумма потерь Нашей страной Составляет пол триллиона долларов в год Это при том что Трампу Для полного счастья И возведения стены Всего-навсего Нужно 40 миллиардов долларов По-моему Решила Ну неважно 40 или 20 Ну в общем сопоставьте Для того чтобы полностью Выстроить Закрыть эту границу И тем не менее На это у нас денег нет А вот Половину триллиона Пятьсот миллиардов Но это же Не сложно понять Почему Потому что Есть группа политиков Которые в этом заинтересованы Есть бизнесы Которые в этом заинтересованы Скажем В республиканском стане Это бизнесмены Корпорации Которые ищут дармовую рабочую силу Рабскую рабочую силу Это корпорации Это со стороны республиканцев Которые лоббируют республиканцев Чтобы так или иначе Затормозить вот этот процесс Что касается демократов Во-первых Это их избиратели Конечно И мы знаем Что из таких штатов Из голубых Народ Бежит А когда Сенсус проводится Перепись населения Перепись населения Учитываются все Проживающие на той или иной территории Будь то легальный Будь то гражданин Будь то постоянный резидент Или нелегальный иммигрант Они все учитываются А поскольку штаты Теряют количество населения Соответственно теряют места в Конгрессе Льготы государственные Места в Конгрессе и так далее Поэтому они заинтересованы Им не важно кто это Легал, нелегал Главное чтобы Чтобы сохранить численность Чтобы сохранить место в Конгрессе Чтобы сохранить деньги на программы Федеральные какие-то Потому что население такое Поэтому Скажите это правда или нет Что из Иллиной Прямо сейчас люди уезжают Большинство людей уезжают И меньше приезжают Я одна из этих Маленького процента людей Которые въезжают В этот штат Но это не просто правда Были же опубликованы цифры Сколько миллиардов Потерял Иллиной В этом году Каждые 4,6 минуты Из нашего штата Уезжает человек Кошман Каждые 4,6 минуты Уезжает человек Причем Мы уже говорили Какие потери Это составляет Для нашего бюджета Потому что уезжают люди Которые работали Зарабатывали Платили налоги Где-то 4 сли 4 с чем-то миллиарда долларов Но я извиняюсь У вас был sugar tax Как я понимаю Вот этот такс на сахар Который я долго Когда я это услышал Долго смеял Наконец-то это уже убрали В Cook County В Cook County Это было не смешно Это была страшная вещь Но теперь вы слышали Да? Ну он очень быстро Надо же Надо же как-то чем-то Это заменить Значит Теперь Тони Крэнк Винкл Теперь судит Производителей Фарма-Суриклс Опиоидс На какие-то сумасшедшие Количества денег Чтобы получить Чтобы возместить Вот эти потери Возместить вот эти потери Потому что денег-то нет Они же уже истратили Эти деньги Нет Они еще не истратили Но они как бы забили в бюджет А потом они вынуждены Будут Они забили на бюджет Вот в чем дело Они забили на бюджет Они рассчитывали на них Они на них рассчитывали Потом сказали Что мы вынуждены Будем уволить Там по-моему Три тысячи человек Что-то такое Это из тех три тысячи Которые получают По сто тысяч Шестьдесят Три тысячи Государственных работников В штате Иллиной Которые получают Более ста тысяч Зарплату В которые входят Начальники тюрем В которые входят Супервайзеры транспорт Кого там только нет В маленьких городах Менеджеры Этих сити Во многих городах Получают зарплату Больше чем Скажем Конгрессмен Или сенатор Они получают Где-то Двести тысяч Долларов В год зарплату Вот эти чиновники Был же тоже Список опубликован Какие чиновники И сколько получают В штате Иллиной И получают И те которые Вышли на пенсию Какие там Сумасшедшие пенсии Значит Налогоплательщикам Вот эти вот Чиновники Которых Шестьдесят Три тысячи О которых ты упомянул Обходятся В десять миллиардов долларов В десять миллиардов долларов Недавно смотрел Какую-то Программу Не помню где Кати Певлыч Кати Певлыч Они приводили цифры Совершенно потрясающие Каждую минуту Федеральные чиновники Разных агентств Получают Правительство Тратит На зарплату Федеральных чиновников Каждую минуту Один миллион долларов Один миллион долларов Каждую минуту На зарплату Сколько они зарабатывают Каждую минуту То есть К чему я это веду Я думаю Что поэтому У них не Сложение бюджета Потому что Зарабатывают Они меньше Чем то Что они тратят В семьдесяти восьми По-моему Федеральных агентствах Каких-то разных Разного уровня Государственных агентств Средняя зарплата Чиновника Составляет Более Ста тысяч долларов В год Вообще Вот когда я приехал 20 лет назад И вот Слушал Мне интересно было Что происходит Как что И у меня сложилось Впечатление Что во всяком случае В то время Люди Которые шли На государственную службу Неважно на какой уровень Самый низкий Самый высокий Но как бы Вот средний И низкий уровень Люди шли туда Зарабатывая Примерно Тридцать тысяч Долларов В год Но при этом У них Были неплохой Пакет бенефитов Это считалось Основной мотивацией Такой Это были еще 20 тысяч Обеспеченная Старка То есть Люди Которые Может быть Не самые Талантливые Не самые Так сказать Умные Не самые Просвещенные Они тихо Там делали Свою работу Получали Своих 30-40 тысяч В год Но зато У них Были бенефиты То есть У них Оплаченная Страховка Медицинская У них Оплачиваемые Отпуска Были Сиг Дэс И так далее Они как бы Были довольны Но со временем Ситуация Изменилась Коренным образом Так или иначе Стали получать В среднем Больше Чем люди Которые работают В частном секторе Профессионалы Чем в частном секторе Мало того Там Многие из них В 50 лет Уходят на пенсию И получают Там 80-90 Процентов Своей зарплаты Но если учесть Что у них Зарплата сейчас Высокая А жить Они еще будут Лет 40 А то и 50 Поэтому ситуация Такая складывается Плюс вот эти Бенефиты по жизни Насколько я понимаю Там медицина Плюс факт того Что разворовывается Пенсионный бюджет По любому Это вообще трагедия Это действительно трагедия Потому что На сегодняшний день Я даже честно Не представляю Что должны сделать Наши штатовские Служащие Политики Для того Чтобы хотя бы Вывести в ноль Бюджет Мы же знаем Что на сегодняшний день Что на сегодняшний день Фондерлиабилити Составляют более 120 миллиардов долларов Долларов В штате в нашем Более 120 миллиардов Это при том Что деньги Зарабатываются Все меньше и меньше В связи с тем Что люди покидают штат Это Точно так же То есть количество денег Экономика не растет В нашем штате Такими темпами Как хотелось бы Народ бежит Налогоплательщики убегают Зато приезжают В большинстве своем Там Сен-Ши-Сити Понятно Но на одну такую Номи Которая приехала И платит налоги Приезжает там 100 человек Которые садятся на шею Номи И вот отсюда Результат Да Мне очень Очень хорошо Это объяснили Концепт 1С Значит Есть люди Которые сидят На ваген Что такое ваген Это Тележка Ну вагончик 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 Значит Есть люди Которые сидят На вагончике Это бездельники Которые ничего не делают Которые сидят На шее И есть люди Которые тащат Этот вагончик Значит Конечно Больше людей Сидят на этом вагончике Чем люди тащат И мы не просто Тащим вагончик Мы тащим вагончик Который не имеет колес Это значит Что-то еще тяжелее Тащить Это называется Чемодан без ручки Нести тяжело И бросить жалко Подтверждение твоих слов Пару лет назад Может быть Три года назад Была приведена статистика Что на самом деле При том Что у нас 320 миллионов Человек живет Ну где-то так Около этого В Америке В частном секторе Работает То есть люди Которые что-то производят Или сервисы какие-то Предлагают То есть не живут За счет Государственных Каких-то подачек Или не живут За счет бюджета Которые получают деньги Всего 47 миллионов Человек Работают в частном секторе Которые тащат Всю эту хрень На себе Вместе с правительством Которое получает Миллион долларов В минуту Я имею ввиду Правительство всех уровней Еще 40 с лишним Миллионов человек Получают футстемпы Еще там И так далее И так далее Всего 47 миллионов Человек работают Что-то производят Зарабатывают деньги И кормят всю эту Орду А теперь у меня вопрос Вот ради интереса Я не знаю Или кто-нибудь Когда-нибудь задумался Над этим Но Наше правительство Начиная с января Этого года С тех пор Как Трамп Официально стал Президентом страны Вся демократическая часть Нашего правительства Вообще Кроме Обструкционизма Ничего не делает Ничего не производит Никаких законов Никаких Подвижек Никаких То есть ничего Вопрос Деньги Они за что получают Хороший вопрос Попытаемся на него ответить Сразу После короткой рекламной порозы www.radionvc.com Интернет-адрес Мира информации Заменяет газетные издания Модные журналы И телепрограммы Комментируйте Задавайте вопросы На сайте www.radionvc.com Ну что ж, возвращаемся К народной трибуне Трибуна, не трибунал А то там комментарий был К фотографии А кого судим Наверное Препутали Трибунал и трибуна Это трибуна Это не трибунал Мы никого не судим Мы с трибуны Делимся с вами информацией Обсуждаем события Текущего дня Почему-то он неправильно сказал Ну если кого-то надо Пожалуйста Если кого-то надо Судить Можем осудить Всех беспокоит Новое законодательство Налога обложений Постоянно идут вопросы Сегодня Слава Каганович Пришел тоже Задает мне вопросы Я ему сказал Он там что-то Я ему рассказал Какой-то эпизод Из этого закона Он говорит Ну вот я этого не знал Надо наверное Все-таки обратиться Кому-то из CPA Чтобы Ну когда уже будут инструкции Я не знаю Должны быть инструкции Наверное АРС сначала То есть есть положение закона А потом АРС там Ну я думаю Что пока еще не будут Потому что все-таки То есть то что будет происходить Вот сейчас С заполнением Налоговой декларации Это имеет Отношение за прошлый год Но зато Где-то Но зато люди Которые будут получать зарплату Да В январе В феврале Уже в пейчеке Должно произойти изменение Потому что Федеральный налог Уменьшился В большинстве случаев Кстати там был сегодня Спор по поводу того Что говорят Говорят То есть например Будет получать Добавку к своему чеку Там в среднем Там не были четкие суммы Ну примерно 38 долларов Еженедельно В добавку К своему чеку И вопрос был подан Очень быстро О том что Если Мол тоже мне Что это за сумма Там 38 долларов Но вопрос Тут же был задан Такой Вы Расскажите Тем людям Которые сегодня Отложили подарки Для своих родственников На Лэйвэй У которых Как раз Не хватало Вот этих Там 120-130 долларов Для того Чтобы Выкупить Вот эти подарки То есть Это все нужно Переводить На реальную жизнь Все познается В сравнении Кому-то там Кому-то больше Кому-то меньше Не ну Слушай Это кстати Совковые отношения Вот это меня бесит Больше всего Они еще не знают Что у них тарелки Но они уже Все выучили Что в тарелке У соседа И решили Что там все-таки Больше И вот этот вопрос Почему Не дает Просто возможности Не спать Не отдыхать Не есть Боже не делай так Чтобы мне было хорошо Сделай так Чтобы у него было Плохо Когда Сара Хакаби Сендерс Приводила пример Очень интересный Познаватель По поводу Того Как меняются налоги Олег по-моему Эту историю помнит Вот с пивом Когда ходили В пивной бар И оплачивали Кто оплачивал А это пришли Значит каждый день В бар ходили Там 10 человек Ну естественно Это не то что Как бы анекдот Это Это если допустим Простым человеческим языком Сделать Как бы Сопоставить Налогообложение И вот То Вот эта история Когда Как в обществе Есть богатые Бедные Более Богатые 10 человек Ходило в бар Пить пиво И там Они пили На какую-то Определенную сумму Вот Ну естественно Там 4 человека Были самые бедные То им хозяин Это давал бесплатно А значит Не то чтобы им хозяин Давал бесплатно Это просто Да Вот Выпитое Пиво Стоило определенное Количество денег Ну естественно Ну они то платили А не оплачивали Это была одна компания Как бы товарищи Но разного Да Совершенно верно И 4 из них были Очень бедные Они пили бесплатно Это пиво Пятый платил Доллар Шестой там 3 Там следующий 7 10 И самый богатый Платил там Из расчета 50 с чем-то Долларов Ну поскольку Они ходили Очень давно То им сделали Как бы скидку 20 долларов И теперь они уже Должны были платить В общем на всех Не 100 долларов А 80 Ну теперь же надо Распределить Кому уменьшить Сумму выплаты Ну первые 4 Как пили бесплатно Пиво Так и пьют Значит Пятому дали Доллар То есть теперь Он платил доллар Дали доллар Он теперь тоже Пьет пиво бесплатно Соответственно Следующий Теперь уже платил Не 3 а доллар Не 7 а 2 Не 10 а 3 Там Ну и последний Уже платил Не 59 А там 51 К примеру Ну сначала Вроде все хорошо Замечательно Потом начали думать Подожди секунду Значит получается Так что Ну те Бесплатно пили Пьют Этому значит Дали всего лишь 1 доллар А этому дали Там 3 А самому богатому Дали 8 долларов Как же это так Получается Самый богатый Получил больше всего денег Не ребята Так дело не пойдет В общем Недовольство конечно На следующий день Весь мир следит Весь мир следит За шагами президента Почему то они не видят То чему только что Говорили Что теперь Буквально с первого числа Все люди будут видеть Добавку К своему Пейчеку Сейчас все их внимание Сосредоточено на том Что именно семья Трампа Станет богаче Самое интересное То что Если вы сегодня Послушаете Любую Любую Панел Аналистов Или аналитиков Будь то на Факс Будь то на CNN Будь то на MSNBC Неважно Если вы послушаете Эту панель Значит Интересное Получается Мнение Демократы Естественно До сих пор Говорят Одно и то же То есть Этот закон Это ужасно Это 80% Это грабеж Среднего класса Потеряет Будет платить Больше Так они Да Но Теперь Интересная Речь Почему то Никто Я не понимаю Почему Это настолько Элементарно Никто Не задает Вопрос Ребята А что вы Будете Говорить Если это Действительно Окажется Хорошим Налоговой Реформой И действительно Поможет Людям Финансово Мы сейчас Узнаем Что будут Говорить Потому что Барни Сэндерс Насколько Я понимаю Нами Он сказал Что ему Нравится Вот это Так Сван И что Для Среднего Класса Это Очень Хорошо Коммунист Барни Сэндерс Я его называю Я его называю Мистер Коммунизм Потому что Это то что Он есть Но Вы знаете Давайте Вот так Скажем Я должна Ему Дать Чуть Чуть Кредит Значит Он Не человек Который Врет И он Не человек Который Обливает Специально Других Грязи Он Просто Он Говорит Свои Вы знаете Вот Очень Интересно Почему Много Либо Не Либо А Демократы Любили Барни Сэндерс Потому что Если Барни Сэндерс И вот так было сказано Его разбудит Посередине ночи Вот Разбудить его Его спросить Что ты хочешь Для этой страны Он может тебе По пунктам И все сказать Без Без Никаких Это То есть Он искренне Заблуждается Но он в это Искренне верит Конечно Конечно Но если Спросить Это у Хиллари Клинтона По поводу Бенни Сэндерс Кстати Был Недавно Очень хорошее Видео Небольшое Не помню В каком городе По моему В Сан-Франциско Значит Был опрос Людей Прохожих Что они думают Причем Они выбрали район Где жили одни Вот Демократы Почему-то Не сложно Не почему-то А специально Да И Не помню Честно говоря Может не Сан-Франциско Но Вопрос был задан А что вы думаете По поводу Реформы Вот Тексов Которые Дональд Трамп Предложил Ой Вот Это Только богатые Будут обогащаться А бедные Будут беднее А потом Они Тоже Тоже вопрос Задавали Но говорили Вот вы знаете Бенни Сэндерс Да Это его идея Выдвинул идею Что вы думаете Ну конечно Замечательно Все хорошо То есть Насколько вообще Вот Человеческий мозг Он подвержен Вот этому Вот Как говорят Брейнвош Да Брейнвош Меня интересует Другая вещь Бенни Сэндерс Человек который должен По идее Баллотироваться На пост Президента Америки Правильно То есть Это Достаточно Высокая позиция И так далее Теперь Вопрос У меня такой Вот Берни Сэндерс Когда он Предлагал Там типа Всю власть Народу Да Деньги Бесплатные Обучения Бесплатное Обучение Бесплатная Медицина Бесплатное Все Задумывался Леон Когда нибудь О том Как он Собирается Это приводить Жизнь Вот допустим Он Да Он победил Все Он президент Дальше Теперь К нему Приходят И говорят Берни Дай А у Берни Не то что Нету Дать У Берни Даже И взять Не у кого Значит Вот Вот это Меня интересует То есть Я понимаю Тех студентов Которые За него Там Глотки Рвали Конечно Ну Которым Промыли Мозги Как говорится Я извиняюсь За такой Сленг Но На шару И уксус Сладкий Я это Все прекрасно Понимаю Но Это они Это Дети Которые Что Когда Барак Обама Вошел В Белый дом Наш Государственный Долг Составлял 10 Поинт Сикс Триллионов А когда Он вышел Из Белого дома Это было 20 триллионов Несмотря на то что Он повысил налоги Дело в том что Они с арифметикой Не дружат Они Там Это даже не арифметика Арифметика Это просто Обыкновенная логика То есть Для того чтобы Где-то Взять Кто-то Туда Это Должен Положить Он Он искренне верит Что если на богатых Еще немножко Там чуть-чуть Там 5-10 Процентов Налогов Повысят То этого хватит Для того чтобы Покрыть расходы На медицину На образование Вы знаете Это все что К чему я думаю Это если не дай бог Такое было бы Это привело к том Что вот эти богатые люди Прятали бы свои деньги Так оно и было Послушайте Во Франции Когда они подняли Налоги на миллионеров Что произошло Просто люди Вывели капиталы Ушли Конечно Это же нормальная Или Жерар Депради Уехал в Чечню Значит Вернуться В Кен по-моему Вернуться к студентам Студенты которые хотели Чтобы все было бесплатно Чтобы у них было Бесплатное образование Понимаете Да Это великолепно звучит Но Я хочу сказать людям Что вы можете Все равно бесплатно Получать образование У нас есть В Америке Такая великолепная вещь Называется Scholarships И scholarships Вот эти Существуют везде Вы должны просто Зайти в интернет Их искать И найти Вы можете это Если человек хочет Он может это сделать Университеты Сами тоже подают Scholarships Это не надо говорить Что да У нас достаточно Дорогое образование Да Если ты хочешь Пойти в Харвард Ну извини меня Дорогой Ты будешь платить 60-70 тысяч в год Сколько это стоит Потому что они Не раздают Scholarships Как допустим State Университеты Которые для штатов Или Если вы хотите Идти в частный Тогда это будет Стоит практически Целая стена Но если вы хотите Ну ты должен Соответствовать этим Как это по-русски Requirements Для того чтобы Требования Которые Допустим Интересно Наш Максим Что-то заговорил Как-то Он сейчас в 11 классе И по поводу того Куда пойти учиться Какой специальность И он как-то Заикнулся по поводу Макроэкономики Я так на минуточку Представил Эти красные Это красная Гребанная Профессура Которая Исповедует Кенсианскую Систему Будет промывать Ему мозги И кому это Нахрен нужно Кому Потому что Такой был шит На самом деле Совсем недавно Кто-то выступал Я опять же Я не просто пропустил Я ему сказал Нет никаких экономик Ничего Человек сказал Что поэтому Мой одаренный И талантливый Ребенок Ни в какой Калыч Не пойдет Почему Потому что Я не хочу Чтобы его там Изуродовали И превратили Вот в стадо Одного из Членов стада Баранов Поэтому это Это действительно Правда Значит У меня есть Шестнадцатилетный брат Самый младший брат Ему же сейчас Шестнадцать лет Он сейчас Пойдет Или уже пошел Могу сказать В одиннадцатый класс И он думает Уже о университетах И Я честное слово От всей души Боюсь Чтобы он пошел В университет В Америке Не потому что Здесь только Очень либеральные Профессора Но потому что Я смотрю каждый день На какие женщины Существуют у нас В стране Вот особенно В университетах Вот эти девочки Которые Переспали с мальчиком Потом про это думают Что они Им не понравилось Что он им не позвонил И начинает говорить Что он ее изнасиловал Я считаю Я хочу своего брата Вообще послать там В Азию Сказать Иди его там Выбери какой-то В университет Японии Езжай Японию Может быть Чтобы он привез домой Какую-нибудь филиппинку Которая здесь воспитается И сделает то же самое Но если она будет Доверейка Я буду согласна На это Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте У меня вопрос Знаете кто-нибудь С какого времени Войдет в силу Отмена Мандатари иншуриндж На здоровье Понимаю С 1 января С 1 января С этого года Или со следующего С 18 1 января 18 года Закон подписан президентом Он вступает в силу С 1 января Да Но они там По-моему Закон пытались ввести С 19 Это было другое Но это было В отношении корпораций Снижение налогов В Сенате был вариант Когда снижение Там с 25 до 20 процентов Должно было вступить В силу С 19 года Нет Все вступает Закон вступает в силу С 1 января Очень хорошо А насчет того Что вы говорили О том Что только богатые Выигрывают Так Вы знаете Как объяснял Не помню Кто-то На американском радио Говорит Я никогда не работал На человека Который был бедным И если богатые Выигрывают Выигрывает экономика И выигрывает Вообще Все Все Общество А эти люди Как вы сказали Не дружат с арифметикой Они с логикой Тоже не дружат Спасибо Спасибо за ваш звонок Ну и ярким примером Тому служат Вот компания Корпорация Apple Apple Да Значит Apple уже заявил Были несколько Статей Я видела И там уже Даже CNN Про это сказал И они действительно Это говорят Очень хорошие вещи Что Apple хочет Сейчас что им дали Вот этот tax break Вот этот corporate tax break Который Трамп сделал Это значит Что оно приведет Больше работы Трамп хочет создать Больше работы Извиняюсь Не Трамп А Apple Хочет создать Больше работы Это великолепно Они хотят Там сказали Где-то Over a million jobs Как бы больше Чем миллион Работ Создать для людей Что это значит Это значит Что больше людей Больше денег Apple сам получает Потому что Это значит Больше людей работает Больше денег К ним приходит Больше innovation И это значит Что через это Они еще больше Работы будут создавать Это естественно Ведь они экономят На самом деле 14% своих доходов Это огромные суммы Колоссальные деньги И вместо того Чтобы открывать завод Где-нибудь в Китае Вы посмотрите Какую сумму денег Они экономят Они могут открыть Эти же заводы здесь Избежать там Головной боли Которой связано Производство в Китае И рабочие места появляются Люди начинают Зарабатывать деньги Люди начинают Платить налоги А мы знаем Что казна Все-таки Пополняется В большинстве Своем За счет Личных налогов А не налогов Корпораций Самое интересное То что Наши Сердебольные Демократы Которые И оптимистичные Демократы Они говорят Теперь у них Новая мулька Значит Если раньше Они говорили Что этот закон Для богатых И ничего люди Не получат Теперь Когда начали Выдавать бонусы Там Тому тысячу Тому тысячу Уже же об этом Говорить невозможно Значит Наши Новая мулька Оказывается Чем Это налогообложение Только для богатых Потому что Теперь корпорации Начнут Выкупать Свой стак То есть Значит Ну Давайте То есть Вместо того Чтобы эти деньги Вкладывать В экономику И развитие И зарплаты И так далее Они просто Будут выкупать Свой стак Вау Давайте тогда Думать по другому Если они будут Выкупать стак За те деньги Которые Устроят Людей Инвесторов Которые Вложили В этот стак И люди Захотят Продать Этот стак То может быть Это совсем Неплохая вещь Потому что Компании Выкупая свой стак Становятся Еще сильнее Более Концентрированы И Опять же Начинают Вести бизнес Совсем По другому А люди Которые Продают свои стаки Заплатят 15% С дивидендов Конечно Значит Очень интересно Вот я смотрю статью Это конечно Сиэна Но это Сиэнэн бизнес Это не Сиэнэн Это хороший Сиэнэн Это не Сиэнэн пропагента Давайте так скажем Ну может быть Чуть-чуть Но очень интересно Значит они здесь пишут Что То что Трамп Это очень как бы В пользу Трампа Трамп подписал В прошлой неделе Вот этот Tax break На корпорации Это значит Что Эппл Сейчас Будет возвращать 15 15 15.5% Денег Которые у них Существуют За границей Америки Будет возвращаться В Америку Это значит Где-то У них сейчас За границей Они говорят Где-то 200 250 Триллион Биллион Это значит Что 15% Из этого Вернется Назад В Америку Это колоссальные Деньги Это великолепно Нам нужно Больше такого Ну Знаете Я все время Привожу Там Своим друзьям Всегда Один такой Пример Вот смотрите Люди Которые Играют В Вегасе Да Серьезные Игроки Кто-то Может себе Позволить Поставить На кон 5 долларов Кто-то Может позволить Себе Поставить 300 долларов На тот же кон А Значит Процентное Отношение Выигрышек Проигрыш Абсолютно Одинаково То есть Вы не можете Скать Что тем Что вы Поставите Больше Ваши шансы Увеличиваются Правильно Поэтому Вот те люди Которые считают Что Почему Вот кто-то Получил Больше А я Получил Меньше Давайте Вкладывать Деньги Для того Чтобы потом Получать Какое-то Процентное Более высокое Процентное Отношение Если у вас На это Нет Возможности Не надо Тогда Завидовать Тому Кто поставил Триста И выиграл Там допустим Десять тысяч Против ваших Пяти долларов И на которых Вы выиграли Пятьдесят долларов Это абсолютно Разные вещи Кто-то рискует Намного больше И тем Что он рискует Ну Он Готов на это Давайте Не будем рисковать Давайте Сделаем перерыв Послушаем Песню Рекламное Объявление Потом вернемся И продолжим Слушайте Народную волну 24 часа в сутки 7 дней в неделю В интернете Радио НВС Точка Кам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова